Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Лафа закончилась, Польшу и Прибалтику снимают с бесплатного содержания ЕС. Шальные деньги портят не только человека, но и целые страны, даже если это страны, члены ЕС. Халява развращает. За 15 лет Прибалтика, Польша, Чехия настолько привыкли жить за счет дотации Евросоюза, что стали считать халяву делом, само собой разумеющимся и вечным. Эта музыка будет вечной, решили политические и хозяйственные элиты этих стран и с удовольствием пилили поступающие из ЕС дотации. Более того, они начали указывать странным, на чьи деньги они жили, как нужно себя вести во внешней политике, особенно в отношении России. Так, недавняя попытка ФРГ и Макрона встретиться с Путиным была торпедирована именно этими занощивыми лимитрофами. Например, Польша за 15 лет получила 120 миллиардов евро халявных денег. При этом рост польской экономики был более чем скромным, всего полтора, зато дефицит бюджета, тье, долг, год от года возрастал не в коня корм, так сказать. В Прибалтике дела еще хуже, но она особо и не волновалась, европейская солидарность исправно оплачивала прибалтийские капризы, но все хорошее когда-то заканчивается. После выхода из ЕС богатого донора, Великобритании, Брюссель оказался перед неприятным выбором, стоит ли и дальше кормить крикливых и вечно недовольных восточных нахлебников, вызывая недовольство всех остальных, или лучше помочь более приличным странам, той же Греции, к примеру, которая тоже в долгах, как в шелках, пример этих оборзевших государств начал серьезно портить внутренние отношения в ЕС. Насмотревшись на довольные польско-латышские отношения, свою долю дотационного пирога захотели и другие неблагополучные страны, Португалия, Греция, Испания, ну чем они хуже поляков? Даже итальянцы начали всерьез задумываться, а не зря ли они считают себя экономически благополучной страной, за счет которой хочет жить куча халявщиков? Не проще ли заявить о бюджетных проблемах и не платить в общую кассу? Пусть вон немцы платят, они же богатые, но немцам, судя по всему, это надоело. Партия ФРГ и так наломала дров у себя в стране, ей не могут простить миграционный кризис, а тут еще эти нахлебники, осенью выборы и шансов на победу как-то немного. За сим Еврокомиссия приняла Соломоново решение, дотации будут и дальше, но уже не в виде халявы получил и забыл, а в виде кредитов, которые придется отдавать, кроме того, во всех странах ЕС должны быть повышены налоги. За общеевропейскую солидарность и укрепление единства рядов придется платить, а чтобы платить, деньги придется зарабатывать. После того, как под громкие крики все тех же халявщиков были разорваны выгоднейшие экономические соглашения с Россией и с Китаем, заработать эти деньги будет очень проблематично не только Польше, но и самой Германии. А дальше может быть интересно, что делают некоторые виды грызунов при резком сокращении кормовой базы, они начинают съедать друг друга, выживает сильнейший, и тут ни Польши, ни Прибалтики ничего не светит. Единственная надежда – нажаловаться настоящему хозяину, мол, обижают, денег не дают, а мы же тебе верой и правдой служим, живота не щадим, но хозяину сейчас не до того, у самого проблем хоть отбавляй. Ему вокруг Китая НАТО, надо создавать, а на это нужны только три вещи, деньги, деньги и деньги, а второй Германии, которая смогла бы содержать проамериканских халявщиков, вблизи Китая не наблюдается. У финнов есть хорошая и плохая новости, которые определяют повестку дня страны. Плохая новость в том, что из-за резкого обнищания и крайне непопулярных правительственных решений пора выходить на улицы и устраивать протесты. А хорошая новость, если так можно выразиться, уставших безработными финнов теперь полно свободного времени, можно и пошалить, бастовать до упадка. Чем они и заняты, уже который день подряд, в масштабах всей страны. Новое правительство Суоми может вылететь со своей должности, не усидев в кабинете и года. Оно ухитрилось за это время устроить дыру в бюджете размером 11,5 миллиарда евро, что для небольшой и уже небогатой страны сумма ощутимая. Но дело на самом деле не в деньгах, а в несправедливости. Недостача в бюджете образовалась из-за опромечивой внешней политики и при полном попустительстве нынешних министров. А покрывать ее собираются в лучших традициях капитализма, из карманов налогоплательщиков. Суровые финны могли бы затянуть пояса и молчаливо пережить смутные времена, если бы у них была яркая и понятная цель. Например, вновь вернуться к функции моста между Россией и остальной частью Европы, как это было в недавние времена, когда Финляндия процветала. Увы, и само финское правительство и его коллеги из Брюсселя официально отказались от закупок российского газа, нефти, зерна и прочих товаров. И неожиданно, как это частенько бывает, стали закупать все то же самое на черном рынке втридорога. Хуже дыр в бюджете могут быть только опущенные от безысходности руки, у финских властей нет никакого понимания, как спасаться в такой ситуации. Чем заменять деловые связи с Россией? Откуда взять 2 миллиарда евро, которые оставляли российские туристы? Кому продавать продукцию, которая спроектирована для специфических систем и нигде в мире более не нужна в принципе? Ответ на все эти вопросы у министра экономического развития Вилли Людмана ровно один. Обозвал протестующих мафий и отказался вести с ними переговоры. В минувшем году в Финляндии обанкротились 3293 коммерческих организаций, возобновит работу даже не каждая двадцатая из них. И это не просто потери рабочих мест, а полная безнадега, если осторожно взглянуть в глаза протестующих. Финны народ прагматичный и уже сейчас понимают, что весной начнется, если не голод, то очень тяжелые времена. А коли так, то не грех и выбросить из окон тех, кто сидят в министерских кабинетах и продолжают удушать экономику страны. И это озвучивается уже даже без тени улыбки. Поздно очнулись. Пиар вышел из-под контроля. Путин достучался до простых людей. Главный результат прошедшего интервью. Путин стал символизировать борьбу снаружи против того, что многие люди в других странах терпеть не могут у себя внутри. Путин стал такой Америкой из их годов, символом успешной нормальной страны, где в отличие от твоей, все по-человечески, все как у людей. Казалось бы, раньше еще могли бы попенять. Мол, этот ваш духовный вождь консерваторов, он и возглавляет страну, которая вместе с другими старобрядцами увязла где-то в далеком прошлом, в то время как за нашими идеями, якобы прогресс. Так нет же. Китай – экономика номер один в мире, и его официально боится даже Америка. Россия, которая берет и отстаивает свою точку зрения, живет так, как считает нужным, и не позволяет диктовать себе волю извне. Индия, которую сейчас любят и целуют в США и Британии. Бразилия, Саудовская Аравия, АЭ – все это страны, которые отлично живут, их никак не назовешь нищими или неудачниками, их образ жизни – это то, о чем мечтают все нормальные люди. Но возглавил это все и персонализировал, именно Путин. А почему? А потому что Запад сам же его и назначил главным оппонентом. Вот только они не ожидали главного. Скажите нам одно, мы все понимаем, про демократию, про то, какая у нас в России, и про то, как вы не любите нас. Просто замечательно, вы нам про другое ответе. А что же ваши американцы, простите, ломится буквально послушать интервью. В России никто не стал бы слушать интервью с Ким Чен Ином. А вот в США готовы на все, лишь бы приобщиться и узнать, что там Путин думает. Илон Маск вчера написал. Его любимый сервис микроблогов побил все рекорды и за один день превратился в самое скачиваемое приложение App Store. То есть, люди готовы скачать незнакомое им приложение, зарегистрироваться в соцсети, где их в жизни не было, лишь бы только два часа послушать, что там Путин думает о происходящем. А кто-нибудь заметил, что они реально боятся? Вот все эти люди. Там же и правда работает принцип «скорее смотри, пока власти не удалили». У нас-то больше актерствуют на эту тему. Все знают, что все равно любое видео они найдут, завтра или через год, как только посмотреть захочется. Очередной разрыв шаблона от вездесущих американцев, то ли от осознания собственной беспомощности, то ли от непонимания нынешней действительности, но госдеп США начал очередной раз угрожать. Уже в открытую, без всяких недомолвок и уверток помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паят на слушаниях в Комитете Сената по иностранным делам прямо заявил. «На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик-жиженный природный газ-2. Наша основная цель – задушить этот проект». Координатор санкций Газдепа совместно с управлением контроля за иностранными активами уже начали работу над закручиванием гаек. То есть американцам мало двух неработающих северных потоков, теперь они переключились на частные компании в России. «Арктик-жиженный природный газ-2» – это крупный проект новотека, частной компании, занимающейся добычей природного газа. Под последние ограничения со стороны США попали также АФК-система, Санкт-Петербург-биржа, Почта-банк, Всероссийский банк развития регионов ИДР. Всего санкции коснулись около 40 физических лиц и 200 компаний, в том числе иностранных. А из-за чего у них так начало подгорать, что это они начали бить уже по частным секторам российской экономики? А все потому, что Россия прекрасно справилась со всеми ограничениями Запада, особенно касательно запрета поставки нам западных нефтегазовых технологий. Их СМИ пророчили, что санкции Запада приведут к краху российской нефтегазовой отрасли, она вот-вот уже должна загнуться раз и навсегда. Мы все помним, как Барак Обама, находясь вроде бы в своем уме и твердой памяти, поспешил похоронить российскую экономику, основываясь на мнении высококлассных международных экспертов, которые все как один напророчили России фатальный конец, равного которому еще никто не видел. Вот только этот конец до России так и не дошел, заблудившись по пути и решив вернуться к своим прародителям в виде рецессии экономики в их странах. Западные нострадомусы так старались настрадать большое количество всяких пророчеств о гибели, что сами поверили в свои сказки. Когда в 2014 году были введены первые санкции против экономики, из каждого утюга нас уверяли, что уже со дня на день экономика должна рухнуть, да и сама Россия, как государство, падет на радость всему западному миру. Банков Америса в 2014 году спрогнозировал, что санкции коллективного Запада приведут к закату нефтяной отрасли. Санкции, введенные ЕС и США против российских нефтяных компаний, дорого обойдутся бюджету из-за падения добычи сырья, нефтяная отрасль не справится без технологий Запада и быстро загнется. Спустя 9 лет оказалось, что нефтяная промышленность России пережила не только сланцевый бум в США, но и нефтяной конфликт с Саудовской Аравией. В итоге Россия стала влиятельным членом ОПИК наравне с Саудовской Аравией, и от нашей нефти мировое сообщество, несмотря на давление западных стран и санкций, не может отказаться.